Причины и характер Первой мировой войны Первая мировая война продолжалась более четырёх лет, с 28 июля 1914 по 11 ноября 1918 года. Она во многом отличалась от всех предыдущих войн. Война приняла тотальный характер. Прежнее разделение на фронт и тыл ушло в прошлое. Практически вся экономика воюющих держав работала на войну. Производство военной техники, оружия, боеприпасов и всего остального, что требовалось армии, достигло чрезвычайных размеров. И это вело к таким же чрезвычайным расходам. Например, в Англии в 1918 году на военные нужды ушло 80% государственного бюджета. Особое значение приобрела пропаганда. Плакаты, листовки, афиши, почтовые открытки, не говоря уже о статьях, газетах и журналах, всё использовалось для воздействия на сознание населения, на то, чтобы создать положительный образ собственного государства и очернить врага. Научно-технический прогресс, бурно развивавшийся в XIX-начале XX века, привёл к появлению оружия нового типа, с невиданной до сих пор огневой мощью. Тяжёлая артиллерия, танки, самолёты, подводные лодки. Впервые было использовано оружие массового поражения. Речь идёт об отравляющих газах, химическом оружии. Границы военных действий расширились, что привело к невероятному увеличению людских потерь. В годы Первой мировой войны в общей сложности было убито или умерло от ран около 10 миллионов солдат и офицеров. Более 18 миллионов получили ранения. Потери среди мирного населения составили почти 11,5 миллионов человек. Война привела к величайшему разочарованию в прежних ценностях. Разочарованию в разуме человечества, допустившему скатывание мира к этой катастрофе. В науке, достижения которой так легко можно было использовать не для созидания, а для разрушения, уничтожения. В демократии, которая не смогла заставить правительство думать в первую очередь о нуждах и интересах граждан. В послевоенной Европе появился термин «потерянное поколение». Это относилось к тем молодым людям, которые стали взрослыми во время войны, научились жить одним днём, не рассчитывая на будущее. Не случайно именно в послевоенный период получили такое распространение ультрарадикальной идеи коммунизма и фашизма. Вы уже говорили о том, что Первая мировая война стала результатом противоречий между крупнейшими европейскими державами, которые объединились в два военно-политических блока – Тройственный союз и Антанту. Каждая из государств стремилась расширить сферу своего влияния, захватить чужие территории. Поэтому историки и говорят об империалистическом характере Первой мировой войны, вооружённой борьбе за переделу уже поделённого мира. Исключением стали Бельгия, Черногория и Сербия. Эти государства были вовлечены в большую войну помимо их желания, стали жертвами обстоятельств. Чего стремились добиться главные участники войны? Германия претендовала на значительную часть британских и французских колоний и колонии других европейских государств – Бельгии, Нидерландов, Португалии. Высказывалась также идея установления протектората над Бельгией и частью французских территорий. Это позволяло бы Германской империи иметь прямой выход к Атлантике. В серьёзных территориальных разногласий с Россией у Германии не было. Но с началом войны определённые идеи появились. 6 августа 1914 года германский канцлер Тиабальд фон Бетмен Гольвек заявил следующее. «Моя страна желает освободить угнетённые народы России и оттеснить русский империализм к московским рубежам». В середине 1915 года появились более конкретные предложения. Шесть влиятельных экономических союзов Германии заявили о необходимости приобрести значительные сельскохозяйственные территории на Востоке, чтобы они уравновешивали германскую промышленную мощь на Западе. Речь шла о включении в состав империи прибалтийских территорий и областей, находящихся к югу от Прибалтики. Австро-Венгрия стремилась к господству на Балканском полуострове. Уничтожение независимости Сербии не только позволило бы расширить территорию дуалистической империи. Правительство рассчитывало и на то, что подавлять национально-освободительное движение славян на уже имевшихся землях станет гораздо легче. Кроме того, Австро-Венгрия претендовала на часть царства Польского, Подолью и Волынь. Понятно, что российское правительство с такими планами никак не могло согласиться. Но и у России были достаточно амбициозные геополитические планы. Контроль над Черноморскими проливами, Босфором и Дарданеллами позволил бы стать Средиземноморской державой. По секретному соглашению с союзниками по Антанте, России в случае победы передавался Стамбул, а также некоторые территории в Закавказье и у западных границ. В первую очередь речь шла о Галиции. Правда, в обмен на это российский император должен был бы признать независимость Польши. Англия и Франция также имели виды на земли Османской империи. Больной человек Европы, так когда-то назвал Турцию Николай I, должен был наконец-то умереть. Ну и, как приятный бонус, раздел между двумя этими европейскими державами колониальных владений Германии в Африке. Франция, кроме того, жаждала реванша за поражение во франко-прусской войне 1870-1871 годов. Вернуть Эльзас и Латарингию и добавить к ним территории по левому берегу Рейна и Саар, богатейшую по залежам угля область Европы. Мы не один раз вспоминали Османскую империю, но накануне войны ее не было в составе Тройственного союза. Она присоединилась к Германии и Австро-Венгрии уже после ее начала, в ноябре 1914 года. Победить и сохраниться как единое государство – это было главной целью Турции. Но не только. вернуть утраченные позиции на Балканах, хотя бы частично компенсировать свои потери после русско-турецких войн. 14 октября 1915 года в войну вступила Болгария. Во время Второй Балканской войны страны Антанты выступили на стороне ее противников – Сербии и Греции. Правительство Васила Радославова рассчитывало, что поддержка Германии и Австро-Венгрии поможет решить македонский вопрос – вернуть территорию, утраченную в 1913 году. Таким образом, вместо Тройственного союза сформировался Четверной. Входящие в него страны называли также центральными державами, так как географически они оказались между своими противниками. Почему не Петерной? Куда из Тройственного союза делась Италия? В августе 1914 года итальянское правительство заявило, что Австро-Венгрия была не жертвой нападения, а инициатором войны. И поэтому Италия вступаться за нее не будет. А в апреле 1915 года было подписано Лондонское соглашение с делегацией Антанты. За поддержку этого блока Италии были обещаны территории Османской и Австро-Венгерской империй. Триезд, Южный Тироль, Истрия, Далмация, Трентина. Союзником Антанты на Дальнем Востоке стала Япония. Ее интерес заключался в распространении своего контроля на германскую сферу влияния в Китае и ее колонии на островах Тихого океана. Вообще, к концу Первой мировой войны в состав Антанты входило более трех десятков государств. Реальное участие в военных действиях в Европе приняли, кроме уже названных, стран Румыния и США. Безусловно, по своим ресурсам, людским и материальным, страны Антанты превосходили центральные державы. Но лидер Четверного Союза, Германия, имела отлично подготовленную армию, развитую транспортную сеть, преимущество в некоторых видах вооружения, например, тяжелой артиллерии, и готовность начать войну первой. Нужен был лишь повод. Им стало Сараевское убийство. Член сербской националистической группировки Гаврила Принцип 28 июня 1914 года убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Погибла и его жена, герцогиня София Гогенберг. Террористический акт произошел в столице Боснии, Сараева. Австро-венгерское правительство обвинило Сербию в причастности к организации покушения и предъявило ультиматум принять некоторые условия, которого было бы просто неприемлемо для суверенного государства. В частности, требование дать право австрийским властям проводить на территории Сербии полицейские расследования. Во всех случаях, когда речь будет идти об антиавстрийской деятельности. Отказ выполнить это условие привел к объявлению войны. 28 июля 1914 года австрийская артиллерия обстреляла Белград. Подведем итог. Причиной Первой мировой войны стали не какие-то конкретные события, а заинтересованность индустриальных держав, в первую очередь европейских, в расширении сфер своего влияния, в переделе уже поделенного мира. Поэтому мы и говорим об империалистическом характере войны. Такого рода войны уже возникали в конце 19-го начале 20-го века, но они носили локальный характер. Первая мировая война была и первой тотальной войной, когда привычного разделения на фронт и тыл не существовало. Все работало на войну, включая государственную пропаганду. Это была первая война, в которой использовалось оружие массового поражения, поэтому и число жертв достигло таких масштабов. Систематизируйте свои знания о целях основных участников Первой мировой войны, заполнив небольшую таблицу. Первая мировая война Продолжение следует...